Годом малой родины объявлен в Беларуси 2018-й. Об этом стало известно во время чествования лучших работников АПК. Выступая перед передовиками отрасли, глава государства обратил внимание. В стране немало сделано для благоустройства, но в нынешнем году особый акцент нужно сделать уютным и образцовым каждый уголок Беларуси. Во время церемонии, на которой собрались почти полтысячи гостей из всех регионов, отмечены заслуги тех, кто работает на земле и в агропромышленном комплексе. Лучшим вручены государственные награды. Самые успешные хозяйства каждой области получили ключи от нового автомобиля «Атлас». Матч Кубка Федерации между теннисными сборными Беларуси и Германии на корте Минска Чижовка-Арена откроет Арина Соболенко и Татьяна Мария. Вторыми на корт выйдут Александр Соснович и Антония Лотнер. В воскресенье теннисистки поменяются соперницами. На кону матча Беларусь-Германия, выход в полуфинал мировой группы. Прах Магдалены Радзивилл перезахоронят на территории Минского костела на Золотой горке. Белорусская аристократка прославилась меценатской деятельностью, в частности, поддержкой белорусских школ и белорусскоязычных изданий. Она ушла из жизни в 1945-м в Швейцарии, но всю жизнь мечтала о малой родине. Выполняя волю Марии Магдалены, ее прямые потомки привезли прах бабушки в Минск еще полгода назад. Сейчас фамильная святыня выставлена в Красном костеле Минска. 16 февраля ее перевезут в костел Святого Роха, а на следующий день состоится церемония перезахоронения. Субтитры создавал DimaTorzok